Панков Михаил 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 один раз таки ну все типа все понятно делаем этом то видео которое надо будет возвращаться постоянно для чего чтобы сравнивать ваш прогресс да то есть что было хуже что стало лучше да как вы изменили свою игру потому что впитывать себя информацию словно из ведра это как бы тяжело информацию по чайной ложечке вся поглощать вот и я буду давать разные советы вы будете их надеюсь что вы будете применять на тренировках будете пробовать постепенно возвращаться к видео получать как бы оттуда новую информацию и тем самым улучшать свою борьбу и так первое с чем мы начнем а это то с чего начинается каждая схватка все начинается с гардпула начинается о приветствии вы говорить не будет поздороваемся вот и поговорим о гардпуле на самом деле в россии очень мало уделяют внимание вообще работе с гардпулом я стараюсь допустим своих ребят этому учить очень помогает на соревнованиях но есть такая тема знаете сапожник без сапог да вот у меня вот так приведу пример меня есть товарищ он известный врач у него на работе в больнице вот мрт аппарат под боком стоит у него болело колено пока он его окончательно не порвал он в мрт не залез как бы вот и вот у меня такая же проблема то есть я вот людей учу а у самого будут на черных поясах именно возникли огромные проблемы с гардпулом я несколько схваток проиграл просто потому что мне моментально пришли гард в момент гардпула но это позволило мне скажем так пересмотреть мои ошибки немножко подумать и рассказать о том че я надумал вам итак первое давай начнем двигаться немножечко самое худшее что вы можете сделать это думать что вы боретесь как бы с трупом то есть да взять вот так вот захват и подумать что он вообще двигаться не будет я щас буду пулить гахты и вот реагирую как бы ты обычно реагировал да то есть этот вы делаете на либо вы упадете на два балла либо еще хуже он начнет там проходить до в день либо он будет проходить движение то есть вы встали такие ну типа да либо либо сделаешь ничего страшного аккуратненько либо еще есть люди которые в бразилии здесь особенно распространено делают вам спрол на гардпул то есть вы такие делаете спрол человек да прыгает на вас либо прыгает на ваши ноги андрей меня жалеет просто вот вы сами понимаете что схватка не бесконечная да вы не будете бороться там два часа у вас есть очень мало времени чтобы набрать преимущество его не проиграть если вы проигрываете баллы первые секунды схватки скорее всего ваша схватка идет под откос и вы ее проиграете поэтому очень важно не пулить с места то есть не важно какие вы захваты взяли окей возьмем самый распространенный захват обоюдный да когда я его за отворот он меня здесь если вы будете вот так вот стоять на месте он будет вас ждать потому что обычно люди на опыте уже знают кто будет пулить кто бы там будет работать сверху они это определяют визуально если вы будете стоять на месте у вас будут проблемы вы должны постоянно двигаться мне в последнее время очень нравится вот эта комбинация вперед-назад то есть мы здесь у нас захваты я иду назад я иду чуть на него вперед показываю что гард пул резко назад ноги широко затягиваю в гард вы должны обманывать своего соперника ввиду того что у меня травма колена я не работаю с фэйк гард пулом да с анкл пиком не работаю мне не очень удобно но вот эта простая комбинация вперед-назад вам очень сильно поможет то есть вы взяли мы не стоим на месте мы можем вправо-влево пошли назад пошли на него вперед могли показать назад затянули еще одна ошибка при гард пуле которые вы делаете она связана с таким страхом у людей что-то они об ковер расшибутся короче они будут пары с этого полуметра и они об него расшибутся и часто вместо того чтобы сделать сильный мощный такой влетающий в человека гард пул люди делают контролируемая контролируемую посадку я бы сказал да то есть они вместо того чтобы двигаться с ними могли двигаться двигаться куда он замирает и человек начинает присаживаться вот так вот на ноге человек ждать не будет он вас возьмет за штаны да сразу же пройдет вы должны понимать что при всем желании но во время гард пула вы не разобьетесь вы даже себе ничего не сломаете скорее всего у вас даже не останется синяков поэтому абсолютно нормальная история что вы в момент гард пула прыгаете да я не в тебя буду прыгать просто сейчас то есть смотрите словно мы двигались мы двигаемся двигаемся я делаю шаг вперед чтобы его обмануть буду здесь поднимать ногу то есть я ничего со мной не произошло все нормально у меня есть гард и поскольку это быстрое силовое движение у него гораздо меньше времени на это среагировать как-то мне помешать еще одна вещь с которой вам стоит быть очень осторожными это засовывание ноги вашей между ног человека и в момент гард пула и вообще в гардплее а что отличает вообще людей как бы начинающих в джиу-джитсу от людей более высокого уровня люди более высокого уровня умеют реагировать на разные ваши движения правильно тем самым своим движением осложнее вашу последующую игру халфгард классная тема ноги тяжи любят и у меня была такая проблема да люди пулят халфгард да то есть закидывать ногу между ног давай сейчас медленно человек сразу жестко садится в не слайс но либо на колени да и хочет если он садится да либо садится в не слайс сразу же блокируя тазом мой таз еще андерфук то есть вы засунули ногу вас зажали в очень неприятную позицию он добавить здесь работу головой меня раскатит вот да и вас пройдут мне очень понравилась фраза что джиу-джитсу это не шахматы в шахматах вам гарантировано право на ответный ход вы всегда можете сходить в ответ джиу-джитсу вам этого права никто не дает то есть условно те я хочу там реверс до лариу то есть одно дело когда вы заправили хороший крючок когда вы контролируете пятку человека да да у вас старая нога есть какой-то контроль от класса хорошо но я пулю гарт я оказываюсь медленнее своего соперника и что получается мы были здесь какие я пум все я самого начала проиграл свою позицию поэтому мы постепенно подходим к еще одной очень важной вещи самого начала схватки вы должны понимать свою тактику что выходить контролировать как вы хотите бороться да вы должны понимать что от у тех позиции которые вам нравятся у них есть словно слабые места да есть сильные места и есть большая разница между тем что нужно сделать в определенный момент схватки и тем что хочется сделать часто это противоположные вещи до хочется и нужно да и окей вы любите работать с хаффгарда или с реверс до ларибы пулить эти гарды сразу достаточно опасно почему бы не сделай по-другому то есть мы здесь да допустим я здесь у меня да там открытый гарт я беру необходимые захваты и уже да здесь иду условно в реверс до лариеву или да там какие другие позиции то есть не спешите сразу прыгнуть в ту позицию которая вам нравится всегда старайтесь зайти через максимально сайвовую максимально безопасную позицию то есть запулили у вас есть контроль вы посмотрели на реакцию соперника потому что когда у вас есть хороший контроль вы можете переждать его секундный взрыв да в ответ на ваше движение и уже на фоне его реакции выбрать что вы будете делать дальше следующий очень важный момент это так называемый скрэмбл это борьба когда у вас у обоих нет контроля когда вы словно двигаетесь друг за другом то есть он скрэмбл мешанина да и тот кто наиболее правильно ориентируется в позиции кто наиболее физически подготовлена то есть может быстрее двигаться может лучше давить тот и будет выигрывать скрэмбл о чем я говорю смотри человек в ответ на их движение не взрывается то есть сейчас я пойду как у нас привыкли бороться в меня большая проблема тоже то есть словно я беру сейчас спокойненько стоя вот как пулю гахтом неважно как он все это время подождал пока я возьму позицию и вот здесь он начинает бороться то есть да прошло какое-то огромное время между тем как он начинает реагировать вам конечно комфортно то есть вы вот делаете движение падаете он спокойно стоит на вас не реагирует все и вот здесь вы начали бороться к сожалению так бывает не всегда да то есть у нас приведу на примере дабл-пула мы чтобы сможем сейчас дабл-пул то старые кости позволяют тебе вот особенно примере дабл-пула когда вы оба упали на жопу и что дальше происходит кто-то первых станет получит преимущество либо если вы первый запулили и дальше смогли хорошо залезть под человека да то если вы берембол крыть у вас позиция под берембола хорошая либо там вы могли встать в лэк-драк то есть очень многое зависит от того насколько быстро и качественно вы среагируете и насколько правильное движение вы сделаете да чем я говорю то есть словно мы пожали руки мы двигаемся мы сближаемся дабл-пул я допустим стою максимально быстро я не буду ждать пока он подтянет к себе ноги до восстановится давай еще разочек то есть мы двигаемся дабл-пул я встаю сразу же начинаю оказывать давление словно блокировать его ногу вот здесь своим крючком чтобы не мог забрать на пятку заправлять руку под голову чтобы оказать ему давление чтобы не хорошо было человеку да я этот эпизод выигрываю может быть наоборот да что он окажется быстрее меня да сейчас я сейчас ты просто сделаешь условно свипа то есть мы делаем дабл-пул да я встаю медленно начинаю здесь ступить стоять человек сразу же до начинает заходить свою позицию в итоге за своими длительности да в этой ситуации я проигрываю и со мной происходит что-то неприятное у меня между ног здоровый мужик бородатый и вот этот момент скрепление ваших разных позиций во что-то сильное единое это то на чем вы должны постоянно работать вы должны постоянно работать с разными захватами почему классно когда я взял этот захват дает мне достаточно много контроля бывают люди да которые не собираются вам давать контроль за этот ворота то есть словами я хочу взять Андрей начинает защищаться не давай мне этот ворот пожалуйста ну да то есть он допустим не дает мне отворота срывает да и вы то как пулить вот у вас непривычный захват да то есть вы не смогли добраться до сюда у вас появляется непривычная зона захвата за рукав вы такие вы человека не снимаете, он, соответственно, начинает сразу же проходить. Недостаток контроля. Проблема, с которой очень многие сталкиваются. Очень важно в компьютерской борьбе набирать преимущество с первых же секунд. То есть, не в смысле, вы там упали, полежали, начали бороться, тогда мы начинаем бороться. Мы хотим набрать преимущество банально вот с этого момента. То есть, я, допустим, отхожу, я ищу захват, я двигаюсь, я могу переигрывать человека. Вы должны быть агрессивны, потому что ну, давайте будем честны. Посмотрите, современные схватки, да, с чемпионатов мира, с крутых трениров. Все современно джиу-джитсу, на самом деле, дико агрессивное. Столлинга, на самом деле, мало. Финалы абсолюток и ультра-хэви на чемпионате мира этого года закончились сабмишинами, да. Вы должны понимать, что вот ваше вот сушилово, оно уже немножко, ну, неактуально в парадигме современного джиу-джитсу, да. Вы должны быстро работать и вы должны понимать, что ну, пит-стопа фактически нет. Ну, кроме там, если вы там человека забрали сайт, отключили ему голову и так далее. Например, да, мы опять же, то есть условно, мы там пулем, неважно, я пулю здесь, он начинает проходить. Я не жду, пока он возьмет захваты, я срываю сразу же руки, я постоянно работаю. Кто из нас первый остановится, то есть, условно, я устал, вот закинул сюда ножку, перестал работать, все. Все, снятие ноги, сразу же контроль, проход проигрывает тот, кто первый останавливается. И если вы будете тренировать правильный старт в складке, если вы будете тренировать работу с разными захватами, будете тренировать набор преимуществ первых секунд, часто это может стать очень важным моментом, который принесет вам победу в складках. Продолжение следует...